Здарова! Всем привет всем! Здарова! Сейчас проверю, работает ли как нужно. Так, вот это выставлю, пожалуй. Так, всё, в эфире идёт, блядь, это придётся убрать на секунду, извиняюсь. Кто не успел насладиться, опубликовать, опубликовать, мою мать. Здарова, здарова! Псю-псю, ась-ась-ась-ась-ась, кире. Так, отключён только для смайликов, спасибо, что это сами делаете. Модераторы, вижу здесь, ку-ку-ку-ку-ку, молды. Блядь, объявление, почему такое о стриме, нахуй, стрим с планеты жопы. Я не знаю, меня просто рассмешило, что пиздец. Планета жопа, стрим с планеты жопа. Вот, ну, я дурак, может, блядь, может быть со мной что-то не так. Но, блядь, планета жопа, нахуй. Я хуй знаю. Не, ребят, я хуй знаю, просто. Стрим с планеты жопа. Ой, блядь, когда Детройт? Блин, я завтра собираюсь на Троу его постримить. Вот. Стрим с планеты жопы, и там уже сразу смайлики удивления. Сегодня посмотрим, короче, Мистера Биста. Ещё предложку чекнем, там куча роликов. Сам я накидал роликов ещё из ТикТока себе. Забавных, смешных и так далее. И ещё YouTube Shorts чекнем. Ой, блядь, вообще, веселье на весь день. Так что смешно смеёмся, как название стрима. Блядь, я не знаю. Но стрим с планеты жопа, блядь, вот я надеюсь, вы оценили, ребят. Вы оценили прикол? Вот подписчики моего Телеграма. Вы оценили прикол? Честно, объективно. Стрим с планеты жопа. Это смешно? Смеёмся, да. Хорошего стрима. Спасибо большое, Милана. Спасибо. И тебе всего хорошего, Милан. Люблю, целую, обнимаю вас. Какие вы хорошие. Так, ЧВК Вагнер мне задонатило 300 рублей. С голосовым донатом. Эш, 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 эш. Эмм, осуждаем. Чекни ТГ Золо, ТГ Золо. Блядь, господи, да что там такое? Ив, блядь. Иван Золо. Блядь, заебали, ребята. Каждый стрим. Что это? Всем привет, мои золики. Хочу вам посоветовать Marketplace Playerock. Понятно. Пошла жара. Так, а, ещё новый ролик у Иван Золо вышел. Точно, точно, блядь. Чуть не забыл, ребятки. Тоже посмеёмся, ребята. Так, и мне модеры пишут, какая предложка нахуй. Мы думали, Детройт будет, там ничего не почищено. А я говорил, что Детройт будет сегодня, да, ребят? Я вас наебал, получается? Или это уже мои модераторы прикалываются, да? Да, да, да. Блядь, я забыл. Ну, сегодня золик выползил, как бы ролик. Это обязательно надо посмотреть. Это нельзя упускать. Момент. Вы, кстати, заметили то, что все спиздили вот этот вот манёвр, мой трюк смотреть Золо? Там вообще мрак, блядь. Да, я немножко чекнул предложку. Ну да, там пиздец. Я чистила пару дней назад. Нормально, сойдёт, ебать. Ну что мне плохого могут мои подписчики кинуть? Ну центральный процессор. В чём проблема смотреть старые посты? Потому что они неактуальны. Ну хорошо. Хорошо, ребятки. Давайте сначала маразм чекнем, потом уже ролик вот этот вот замечательный. Блядь, у него баннер на ролик купили, как будто бы, блядь, это стрим. Ёпаса, 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 блядь. Так, ну давайте чекнем зашквары мистера биста. Мистер бист зашкварился, ребята. Он не снялся вонзовывал ролик за 100к. Ой, блядь. В этом видео хочу поговорить о хейтерах мистера биста. Большинству моей аудитории, взглянув на то только название данного ролика, тут же задастся вопросом. Чё, у мистера биста вообще есть какие-то хейтеры? Правда, ради таких... Сейчас, секунду. Ага, ну это в принципе не важно. ...вопросом постоянно задавался и я, когда видел под его роликами в принципе дизлайки. Да и причем под теми роликами, которые ну вообще этого не заслуживали. Например, тысячи глухих людей слышат впервые. Вот кто те 50 тысяч, которые поставили дизлайк? Возможно, какие-то... ...другие глухие люди, которым мистер бист не помог? Потому что я ну вообще не замечал за мистером бистом ни одного хотя бы маломальски значимого зашквара за всю его карьеру. И знаете, как у нас любят говорить всякие инстаграм-звездочки? Запрещенная в РФ социальная сеть, бла-бла-бла. Вы меня хейтите, потому что вы меня просто завидуете. Так вот, в случае с мистером бистом данная фраза впервые имеет место быть. Другого стимула хейтить данного блогера, кроме зависти к нему, я действительно не вижу. Но вообще есть разные моменты, почему его можно хейтить. Во-первых, потому что он очень сильно изменился. То есть мистер бист 3000 был очень черным в юморе. И многим это нравилось, и многим не нравилось. И вот он изменился с этого момента. Стал более... Даже не знаю, как сказать. Опопулился, я не знаю. Опопулярился просто. Вот и все. В этом проблема. То есть... Лояльным? Да даже это не лояльным. Просто когда к тебе приходит популярность, ты не можешь говорить то, что говорил раньше. Вот. Привет, удачного стрима, ты лучший стример. Спасибо большое. Сегодня я ел манную кашу, вспомнил тебя. Я надрочил в нее, люблю тебя. Спасибо большое. Кукаша, вчера скинул два доната. Добавлю обязательно, блять, забыл. Ебаный в рот. Немножко опоздал, да. Ладно, давайте дальше смотреть. Говорю я это от чистого сердца, потому что мне, ну, как-то подмазываться к Мистеру Бисту вообще не имеет никакого смысла. Я уверен, он даже не в курсе о моем существовании. Мистер Бист для меня один из немногих ютуберов, который заслуженно добился той популярности и тех заработков, которые он имеет. Но, как выяснилось, даже у такого человека, как он, есть свои хейтеры, причем не только рандомные чуваки, которые заходят в дизлайк поставить, а вполне себе успешные медийные личности. Вы, я думаю, все знаете, за счет чего Мистер Бист добился такой ошеломительной популярности. Конек его канала это какие-то безумные масштабные идеи и такие же безумные масштабные челленджи, на реализацию которых уходит просто колоссальный труд, но и, разумеется, колоссальные бабки. Начиналось все с простых идей, например, таких как в лайве досчитать до 100 тысяч, а закончилось, точнее, еще не закончилось, подарком подписчику целого острова стоимостью в 500 тысяч долларов. И, как вы понимаете, каждый свой новый ролик Мистер Бист старается сделать масштабнее предыдущего. Правда, как он сам признавался, после игры в кальмара в реальной жизни, ему уже тяжело придумать что-то круче. И этот ролик очень сильно повысил планку ожидания от его контента. И вот вы спросите, а за что, собственно, его можно хейтить? Ну да, чувак придумывает масштабные идеи, занимается благотворительностью, не был замешан в каких-то крупных скандалах, но оказалось, что каким бы человек... Ну, у него там с другом одним проблемы были. Ну, и с братом у него проблемы, опять же. Ну, есть, есть за что его хейтить, но опять же, есть за что его любить. Например, он говорил то, что он знает вот секрет популярности, и вот он понял, он вкусил это, прям понял, вот может любого человека сделать популярным, да? Но почему-то брату он своему не помог и не рассказал. То есть, либо он врал, чтобы завысить себя и сделать вид, что он, блядь, прям, ну, гений такой, всё осознался, понял, а не ошибка выжившего это. И, либо он своего брата не очень любит. Хорошим не был, за что его хейтить всегда найдут. Например, довольно популярный на американском ютубе подкастер Ким Старр, которого ещё называют тараканом ютуба, снимал... Ну, лучше почистить предложку. Лучше почистить. ...видео про мистера Биста, в котором обвинял его в том, что, оказывается, мистер Бист не раздаёт никому деньги, а либо раздаёт фейковые деньги ради ролика, либо сразу же после съёмки забирает эти деньги себе. Конечно же, в теории это может быть правдой, но давайте думать логически. Мистер Бист уже давно долларовый миллионер, который может себе позволить и позволяет 500 тысяч баксов на один единственный ролик потратить. И для которого отдать какому-то рандомному ЧУ 10 тысяч долларов, это то же самое, что мне отдать победителю конкурса в моём телеграм-канале 5000 рублей. Что я уже несколько раз добросовестно делал. И да, я знаю, что, например, в нашем медийном поле есть... Бля, у меня идея до сих пор сидит, короче, разыграть 200 рублей. Ну вот, по винтовому аукционе, а у меня минималка 248. Как вам такая идея? Стоит ли её проводить? Стоит ли мем времени? Стоит ли игра свеч? Смешной мем? Го-го-го-го-го-го, заявись, но проведу обязательно. Да, давай-давай, круто-круто. Го-го, да-да-да-да-да. Один рубль? Не, один рубль не так смешно, как 200 рублей. Ну ладно, обязательно разыграю. Вот как волосы свои. Волосы, кстати, уже отправил, они, наверное, уже скоро будут. Есть и такие недобросовестные блогеры, как Литвин, Гусын, Гасанов, Дава, которые не гнушались устраивать фейковый розыгрыш, отдавать людям деньги только на время съёмок. Но, камон, это блогеры без репутации, а у мистера Биста репутация всё же имеется. А на Западе институт репутации работает не как у нас. Когда Рындыш снял разбор на миллион просмотров о том, что Суба кидает людей на бабки, все посмотрели и, ну, как будто бы так и надо. На Западе же, если тебя отменили, то прощайся прежде всего со спонсорами в лице крупных корпораций. Как бы даже если обычным людям пофигу, они всё равно продолжат тебя смотреть, то какие-то крупные корпорации точно откажутся с тобой работать. И факт того, что ты раздаёшь фейковые деньги, во-первых, довольно легко доказуем, а во-вторых, очень бы сильно ударил по твоей репутации. Так вопрос, зачем мистеру Бисту ради незначительной для себя суммы так подставляться? По итогу, знаете, как этот конфликт разрешился? Мистер Бист просто позвонил Ким Старру, спокойно с ним всё обговорил, указал ему, где он неправ, и Ким Старр в конце этой истории перед мистером Бистом извинился. А теперь мы поговорим про единственный маломальски серьёзный скандал, который произошёл с мистером Бистом, и то, опять же, не по его вине. Блядь, он сейчас будет про своего друга говорить, которого мы 100% поддерживаем, нахуй. Блядь, у которого там с семьёй, да? Блядь. Который ребёнка бросил, да? Блядь, вот это опасный сейчас манёвр будет, конечно, от маразма, осуждаем. Нет, это сбои в приложении Finger on the App от Miss Chief во время онлайн-соревнования на 25 тысяч долларов, который объявил мистер Бист. Дело было вот в чём, в данном соревновании в лайве участвовало огромное количество его подписчиков и стримеров. Однако это приложение оказалось недоработанным, и могло просто-напросто выдавать сбои не по вине игрока. Допустим, ты держишь палец на экране уже больше 12 часов, и затем приложение тебе пишет о том, что ты проиграл, хотя ты не убирал палец с экрана. Виновником этого, вероятно, был сильный пот от того, что вы постоянно держите палец на экране, и сенсор... Ну, скорее, да, это была вина телефона самого, а не приложение. ...телефону больше не распознавал его как палец. Также людей, которым, к примеру, нужно было выходить из дома и идти на работу, выкидывало из сервера при переключении с Wi-Fi на сигнал сотовой связи. И представьте эмоции человека, который не спал двое суток, добросовестно не убирал палец, однако его всё равно выкинуло из игры. Также, сколько троллей развелось во время этого соревнования, особенно на стримах, это нужно было видеть. Например, довольно распространённым методом троллинга было донатить стримерам некую сумму с ником HeyZeeRee. И посмотрите сами, что происходило. Oh, HeyZeeRee, I appreciate the... Oh my God! I don't know what that means. Это, конечно, было забавно. Но из-за большого количества сбоев, а также из-за того, что тех, кто переключался с Wi-Fi на сотовый сигнал, а порой вообще дисквалифицировали, потому что сервера воспринимали это как путешествие во времени. То есть, когда ты проиграл... Ну, это смешной троллинг, это смешной троллинг, я признаю. Это смешной троллинг, это смешной троллинг. Я помню, я такой же хуйня занимался. Там, помню, женщина, она меня одна напиздела очень сильно, там, и... Некрасиво со мной поступила. И я... Просто сказал «Привет, Алиса», и попросил выключить компьютер, и компьютер начал выключаться в четверлетке. А она стримила. Вот я помню этот момент. Тоже так угорел. Угорало. Было, было. Ты просто отматываешь время на телефоне назад, чтобы вернуться в игру. Я так в детстве в симуляторах всяких делал, чтобы не ждать, пока здание 12 часов строится. Также было огромное количество мошенников, которые прикручивали стилус к вентилятору или другому крутящемуся предмету, дабы стилус постоянно находился в движении. Благо, приложение научилось работать с такими мошенниками, так как алгоритм определял цикличные действия и просто выкидывал таких людей из игры. Но всё равно из-за огромного количества сбоев репутация Мистера Биста пошатнулась. Особенно, когда дисквалифицировали победителей якобы за путешествия во времени. И из-за этого многие в Твиттере начали называть Мистера Биста скамером. Это, конечно, очень досадно, что многие люди, честно играющие в эту игру, проигрывали не по своей вине. Но я уверен, что происходило это явно не по вине Мистера Биста. Так как Мисс Чиф, разработчики данного приложения, просто не могли просчитать все варианты развития событий и задать к ним алгоритм действия. Зато я играю в такую игру, в которой ещё не происходило ни одного сбоя и в которой тебе не нужно страдать, держа палец на экране по 50 часов. И в которую ты ещё и можешь поиграть вместе со мной. Проект Сируси. Проект, что бегом по ссылочке в описании и начинай. Привет, и как дела? Ссылка на мой ВК. Добавлю обязательно после стрима. Привет, Каша, попробую когда-нибудь посмотреть Келя. Да, мне не сильно, блядь. Возможно, посмотрим. Но сейчас мы посмотрим маразмы и потом сразу же переключимся на Иван Зола. На прошлом стриме не заметил донат, извини, пожалуйста, не вслух. Ну, найти новых друзей, значит, это не друзья, либо они так прикалываются, блядь. Ну, скажи то, что тебе не нравится. Если я не буду продолжать, то это не друзья. Передаю привет Марии Николаевной и желаю ей чего-нибудь. Я ей все уши про тебя прожужжала. Молодец. Привет, Куша. Первый раз доначал. У тебя самая прекрасная улыбка, если что. Спасибо большое. ...и прокладывать свой путь к вершине. Но на всём этом хейт мистера Биста нихрена не закончился. Определённая группа обиженок после выхода видоса на канале мистера Биста про то, как он вернул тысячи людей зрения, начали обвинять его в том, что он хайпится на больных людях, и якобы все свои благотворительные ролики он выкладывает не с целью действительно людям помочь, а с целью набрать просмотров и прибавить себе баллы в глазах общественности. И сейчас... Но... Есть ли такие люди просто, которые, знаете, там 100 рублей бабушке дают и снимают это в ТикТок, типа, 100 рублей, 100 рублей, ребята, 100 рублей, это чья-то жизнь. 100 рублей, 100 рублей. На тебе вам, бабушка, купите всё, что хотите. Ламбу или феру. Вот. Вот, смотри, смотри. Вот, 100 рублей. Но у него другой случай, он же этим роликом и зарабатывает на другие свои помощи, типа. То есть, если бы он не сделал ролик, то было бы хуже, то он бы и следующее добро не сделал. Так что тут оправдан в моих глазах. Сейчас я постараюсь объяснить, почему именно в случае с мистером Бистом данная предъява, ну вообще, никоим образом, не в топку. Понимаете, одно дело, когда напыщенной благотворительностью занимается какой-нибудь Эдвард Билл. То есть, чувак, опасный для общества, который унижает людей на улице, кидает... Осуждаю такое, это же воин ДНР. ...подписчиков на бабки, создают свои скам-проекты и в целом является просто конченой мразью. Бабушкам лекарства оплатил, ой, какой он теперь пусечка и молодец. И если вы думаете, что это не работает, то два года назад, когда я снимал про него ролики, вы не представляете, сколько мне пришлось перебанить супостатов, которые писали... Зато он благотворительностью занимается, а ты только и можешь, что белкой трясти свои ролики дебильные записывать. Специально для такой овощебазы поясняют, то, что он помогает бабушкам, тут базару нет, помогает. Но каждый человек, чью IQ больше минус 50, должен понимать, что как Эдвард Билл, так всякие Суба, Литвины и прочие все эти псевдоправильные чуткие пацанчики занимаются благотворительностью только для того, чтобы очистить свою загаженную репутацию в глазах общественности. А совсем другое дело, когда ты изначально чувак с безупречной репутацией, и даже если ты занимаешься показушной благотворительностью, даже если ты это делаешь, возможно, неискренне, то это уж никоим образом нельзя назвать лицемерием. Лицемерие, это когда ты делаешь плохо одним, но пытаешься очистить свою карму, делая хорошее другим. А когда ты никому не делаешь плохо, но при этом еще и делаешь какие-то полезные вещи, то это уж никак лицемерием назвать нельзя. Ну и последнее, как по мне, самое нелепое обвинение мистера Биста звучало от ущемленышей. Тогда, когда Крис Тайсон, про которого я уже снимал видос, решил сменить пол. Вы, я думаю, знаете, кто это такой, знаете, что это чувак из команды мистера Биста, и всю жизнь он был парнем, но в один момент у него в башке что-то переклинило, и он решил, что он, значит, теперь будет девушкой. Это его осознанный выбор, ты не имеешь права его осуждать, вообще осуждаем тебя. Привет, Каша, ты не имеешь права осуждать других людей за их мнение, поэтому мы тебя осуждаем. Вот так вот. Привет, Каша, передаю привет Даше, говорю то, что она лучшая Мяу Пукина. Так, голосовой донат. Прошу, Дашка, шлюха, Тай! Представился, ёпта, нахуй, маму зовёт, нахуй, ребёнок. Привет, пупсик, приятного стрима, да трой, да больше не будет, будет на трого. Добавлю, добавлю в ДР, не переживайте. Привет, первый раз, до ночи тебе, у тебя самая прекрасная улыбка, если чё, спасибо. Спасибо. По обиженным показалось, что мистер Бист как-то не так на него смотрел во время их последнего стрима и выказывал некую неприязнь. Да, к сожалению, в западном обществе, если ты медийное лицо, ты не можешь выказывать неприязнь к подобным персонам. Но тут, на самом деле, я уже вам высказывал, что мне мистер Бист реально жаль, что он вынужден, дабы не быть отменённым, тер... Осуждаем, да, он там какую-то запретку сказал в голосовом донате, я не услышал. Осуждаем, да, если он что-то такое сказал. Купить вот этот организм в своей команде. Хотя Бист, чувак-то довольно базированный. А в целом, что тут можно сказать? Какая бы у тебя не была чистая репутация, сколько бы хорошего ты не сделал, если ты мега успешен, тебя обязательно найдут за что хейтить, так уж устроена человеческая природа. На этом у меня всё, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно... Да что там, есть люди, которые даже меня хейтят, даже меня, представляете? Есть люди, которые хейтят даже меня. То есть не то, что какого-то там мистера Биста, даже меня. Меня даже, прикиньте, ребят. Прикиньте. Жесть, как, за что, ребята? Что я кому плохого сделал? Давайте этого посмотрим. Ха-ха-ха, ребят, смотрите на него, а-а-а. Ладно, всё. Так, прохождение номер 3, Дота 2, Силы Света против Силы Тьмы, финал игры. То есть сюжетку он проходит. Блядь, как же... Сука, пиздец. Ладно, давайте посмотрим, что там просто. Просто что там нахуй. Всем привет, мои золики. Вы находитесь на канале Иван Золо 2004. Это финальная часть повхождение... Чтоб вы поняли, у него среднее видео, а-а-а, минус 16 децибел где-то. То есть я не понимаю, кто ему ролики монтирует. Может, он сам, конечно, монтирует. Блядь, у него... Там даже нельзя ничего... Не надо ничего монтировать. У него просто в микрофоне вот снизу есть вот эта плашка. Вот так вот громко. Вот так вот тихо. 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 Вот так вот громко. Вот так вот тихо, блядь. Но он почему-то не может Он почему-то не может этого сделать Я не понимаю Неполадки? Ё-моё Ребята, у него были Неполадки Пиздец, и не избы Да, и не Как-то хуйня называется Ёбаный ворот, я забыл, блядь, такой панч был бы у меня Сейчас, давайте заново Типа ничего не было сейчас Привет, мои золики, вы находитесь на канале Иван Золо2004 Это финальная часть прохождения Доты 2 У меня, конечно, были неполадки в этой игре Неполадки и не иглу Ё-моё То у меня проблемы с вебкой были Я её забыл уменьшить То у меня был чёрный экран Те, что в моём Телеграме Те шарят За эту проблему И поэтому Что? Я перезаписываю её уже третий раз Собственно говоря Почему финальная часть? А потому что Я уже изучил эту игру полностью Персонажи я тоже изучил полностью Я посмотрел их всех Базу знаний я почти всю прошёл Некоторые задания там лёгкие А некоторые тяжёлые Ну, на задания тяжёлые Можно и болт забить Собственно говоря Их можно не проходить Я уже всему, собственно говоря Обучился Ну, в прохождении Если ты что-то проходишь Не обязательно что-то проходить Чтобы это пройти, конечно И, собственно Давайте же проведём Эту, наконец, игру У меня для вас Очень важный совет Если ты не знаешь Где купить игровую валюту Или продать аккаун Тогда тебе плей Рекламу у него кто-то покупает, блядь Собственно говоря Ком быстро, надёжно и безопасно Ссылка в описании Итак, дорогие друзья Начинаем Как я говорил Уже данных персонажей Всех изучил Всех посмотрел Ну, а дота 2 у нас В будущем будет на стримах Так что ждите дальнейших Моих стримов, дорогие друзья И, как я говорил Персонажи я уже давным-давно изучил Например Твоя магия грешна И я понял Аааа, собственно Этого персонажа я звал Артимади Но этот персонаж Его зовут Антимаг Следующий персонаж Это Осуждаем, кстати Ааа, так называемая Артмаджесс Аркварден Я понял А к теме она примкнёт? Это и шутка, если что Ааа Я не понял Сначала, блядь ХАХАХАХА Ой блять, я Сначала такой что ? А это шутка оказалась ДА нУ НАХЮЙ ДА НУ НАХЮЙ СМЕШНО Ебать, я не понял сначала, это прикол оказался Ну НАХЮЙ. Ёптую мать А я не понял сначала А ТЫ ПОНЯЛ БЛЕЕЕДЬ Арт Варда арт варда чтобы не коверкать английский мой который я не умею читать а это было паров у кого еще это было паровок могу хорошо прочитать патч-патч мясника вызывали мясника да я вызывал только ты не мясник дорогой мой а ты путь его блять ну ладно 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 все-таки есть люди которые называют путь и можно ну ладно ладно надо ну не правильно почер spreading ну почти правильно почти правильно так многие говорят путь не пач давайте простим вот путь ну и собственно говоря кого ещё можем и прочитать нормально не со мной мой меч а ну он конечно хороший твой меч его зовут джиггернаут и кстати он запомнил он выучил может он запомнит как и его зовут подглядывать шпаргалки там есть я не верю я не верю я не верю джиггернаут как он джиггернаут он наверное это и он наверное с персонажем его из этих мутантов перепутал в героях есть из людей савера перепутал там же тоже есть какой-то джиггернаут модификация оказывается ну посмотрите например другие костюмы вот такой вот костюм есть вот такой вот костюм есть бля чё у него с графоном hello никоглай чё у тебя пока за полмиллиона так работает алё поясни блять чё за хуйня чё за хуйня не никоглай блять ну новый покупай блять все у иван золо компьютера одноразовый покупай новый алё чё за хуйня я ему 100 тысяч должен скинуть на новую видеокарточку но это вообще некрасиво вот это более менее похоже на джиггернаута он такой узнаете похож на чем-то на призрачного гонщика со смесью хеллбоя и вот такая вот блять вот единственное в чем разбирается иван золо единственно чему умный так это в комиксах всякие вот эти марвел диски блять еще какой-то блять он не живет в реальном мире а ваху ты весь версия версия самурая самурая так ну и последнего кого я могу смогу прочитать хорошо это вот человек по и познания сила под именем инвокер этот второй раз считает правильно хотя нет ребятки он прочитал неправильно давайте его наебем так давайте для тик токов его наебем смогу прочитать хорошо это вот так давайте зону и вот такая вот и весь версия версия самурая так ну и последнего кого я могу смогу прочитать хорошо это вот человек по и познания сила под именем инвокер блять как он прочитал прочитал и локки я он прочитал и и локки я он прочитал и локки как инвокер ой блять он и думал то что персонажа этого зовут инвокер они локи я блять ёб твою мать этот персонаж тоже хороший бою поэтому переходим мы в базу базу знаний это база и так у меня тоже тут неполадки были поэтому и не иглу да я если что пошутил ребят вы чё вы серьезно да где-то отнеслись блять ой блять не вслух о усну а ну блять лучше варик конечно же это купить квартиру но только не своем нижний саратовский блять а в питере в москве и так далее еще не храни все яйца в одной корзине то есть глупо хранить все деньги в одной валюте и в любом случае нужно иметь деньги наличкой особенно в наше время в любого вот просто мой цвет базисный я не какой-то там крипто стратег я тебе не скажу то что там о сейчас биткоин купить через 15 минут блять ведь там цена у тебя взлетит но вот просто базисные советы понятны у моих родителей умерла черепаха ей было 36 я и очень любил и и завли завли что такое завли так как она я ее очень любил хочу поди поддержки не от того у кого милая личика и странная фигура от тебя спасибо большое так скрой чат блять в натуре там пиздец пишут мы осуждаем максимально блять что там пишут в чате так ребят мне придется тут сидеть хотя я баннер могу поставить просто блять баннер у него еще свой есть чтобы сделать с чатом давайте вот так вот сделаем осуждаю чат вот баннер сюда поставим просто вот и проблема решена осуждаем чат но только не свой люблю свой чат каша привет каша я тут нашел похоже на тебя если ты боишься ссылку открывать то предложку скину фото спасибо привет тесачок будут ли сходки с подписчиками да ты лучше не с подписчиками сходок не будет я просто видел своих подписчиков я боюсь своих подписчиков нахуй будет ли сходка с подписчиками да ребята подождите сейчас да я объявляю сходку ребята в районе бахмута там бомбанворд все равно видно блять ёбаный в рот ребят давайте что нибудь придумаю бля ребят без обид мне придется пол экрана убрать у браузера потому что иван золо никак не может понять как пользоваться чатом вот так вот будем сидеть пользоваться ну извинись пожалуйста но почему я должен уступать челу лет пять который едет садик чтобы поесть кашу когда я думаю начну смена еле животик ну иди спи отдыхай заслужил бля объясните как работает уступание место в автобусе я вот уступаю дедушкам бабушкам это ок они заслужили беременным уступаю когда беременным уступаю иногда сами виноваты дальше считай в next донате почему нет но почему я должен уступать челу лет пяти который едет в садик чтобы поспать поесть кашку когда я еду домой с ночной смены после 12 часов работы ну я блять уступаю только людям которым это нужно то есть каким-то качкам которые мне могут въебать в гта 5 рп у которых был день ног то есть я сразу уступаю вообще я то есть ну и так далее вот и когда занимается последнее место я тоже встаю и тип такой похуй вот я советую лайфхак привет вова передаю при мне оцене байки эммм так 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 под болоте добавлю спасибо за удачный стрим добавлю тебя в друзья привет кашу удачного стрима у меня сегодня день рождения хочу чтобы ты меня поздравил артурчик ребят с днем рождения поздравьте в чатике я лично поздравляю тебя с днем рождения бро и марию максимовну еще с др поздравьте поздравляю я тоже чатики тоже обязательно поздравьте каша давай smr я не хочу я устал уже от smr перед каждом ноте я смотрю это мой первый донат надо было давно задоносить брата надо было давно давно надо было задоносить все давайте дальше смотрим ну я для вас перезапишу их и собственно что на всякий случай чат скроем чтобы его не было видно блять вот я во время сука а я запаривался блять ну ёб твою мать блять группа окей так ну и собственно переходим к четвертому разряду вот эти вот задания я в задании мы перепройдем сука вот тайминг то ёбаный в рот блять ну сука ёб твою мать блять нахуй блять нахуй блять нахуй я тут сидел ебался то так может камера нет это будет уебачно смотреться так плашку рекламку переставить нет все хуйня все хуйня потому что у меня их не было на ютубе и собственно давайте перейдем больше о предметах так ты уже проходил больше о предметах ты уже проходил вот у тебя тут галочка стоит так начинаем со сценария начать 3 минуты он занимает буквально ой блять перепроходит просто не все звездочки выполнил хочет на 5 звезд это не танго если что это табло ой не табло а танго один из немногих предметов которые можно делиться союзниками ааа это он нам подсказывает ребята оказывается это не табло а ну даже не видно из-за его рекламы то есть я рекламу перестал ничего не изменилось это не табло это танго оказывается блять а мы то думали ребят вот вот глаза раскрыл блять вот это целый гайд по доте 2 вот реально 3 видео его посмотришь научишься играть все поймешь давай хибать у него графон охуеть блять не коглай ну ёп твою мать ну ты охуел такой компьютер за полмиллиона почему только за полмиллиона почему ты только за полмиллиона это пух это копейки для видеоблогера для стримера но купил ему компьютер вот смотри он ничего не тянет он не тянет доту 2 и все комиксы от Марвел которые открыты там второй кладкой ну что за хуйня алё не коглай быстро купи ему новый и мол строят задонати ему на стрижку быстро 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 и не коглай тоже ну что это такое ёбаный в рот блять ком всего за полмиллиона это пух это копейки для видеоблогера для стримера как говорит Иван Золо нажимаем на лавку покупаем купили э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э... разобрать предметы ранние игры, чтобы собрать из них более сильные. Окей, давайте. Так, продаём. Как же он понимает, блядь, охуенно. Ну нахуй. Ой, блядь, как же он охуенно понимает, блядь, братан, ты только что это прочитал. Ну секунды не прошло, ну секунды не прошло, братан. Как так? Блядь, как так так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Ой, а-о-о, разобрать то есть, да? Я познаю смерть, интересно. Это я уже туплю, извиняюсь. Сейчас была его ошибка До этого ошибка это была там Доты 2, блядь, никоглая моя Вот сейчас единственный раз За все прохождение Доты 2 он ошибся, ребят Блядь, ну главное это признать ошибку Нажимаем сюда Нажимаем сюда, все Нажимаем продать Да, продали Сейчас надо разобрать Разобрать Да, разобрать Разобрали Включить сборку Сердце не остановилось, я думал он опять, блядь, продаст Включили Так, подойдите к лавке Я подошел Теперь можно купить вот этот вот предмет Купили Так, включить сборку Включили Так, купили Так, сына и пройден Ура Он уже проходил, блядь Там уже стояла галочка, вы поняли То, что Иван Золо хочет нас наебать Он не сам проходит Ему до этого показали, как проходить Несколько раз Он выучил и сейчас перепроходит Типа это он сам прошел без поп... Вы поняли, да? У нее там уже галочка стоит Он обманывает нас Обманщик Обманщик Мы разоблачили его сейчас Подписывайтесь на наш канал Мы здесь говорим правду Собственно говоря, пройден Перепройден, блядь Ты его уже проходил Там галочка стоит Кого обмануть? Ну и собственно проходим Другое задание Ну... Так Называйте задание ВКВ ВКВ Это сына и базу... Вовконтакль Вовконтакль Задание зайти вовконтакль Все правильно Разряда из четвертого разряда Продвинутая тактика ВКВ В клановую войну надо зайти Все ВДВ, ребята Задание ВДВ ВКВ ВКВ, блядь ВКВ Задание Влек Кинг Вар Такое задание Что-но счешется, что-то пиздец Изняюсь Каша, привет Передаю пламенный привет Маляку Или Маляке Привет, Каша Первый раз доначу тебе Спасибо за настроение Заставь Золу играть в Детройт Чтобы... Да я не имею никакой власти над ним Привет, Каша Очень люблю тебя смотреть С моим парнем Передаю привет Артему Анисимову И Доминику И желаю нам захватить Сить Ютуб Анисим, Майки И так далее Хорошо Привет, Каша Добавь в ДР Пожалуйста Только за 500 рублей Добавляю Добавлю Обязательно Другого человека Только на тебя 500 рублей Не надо Там ссылка в ВК Я добавляю Передаю привет И поздравляю С днем рождения Чо-чо-чо-чо-чо-чо-чо-фье Ваша преданная фанатка Спасибо большое Привет, Куся Передаю привет Твоему парню Маркуша Если не сложно Можешь показать сердечко Твоему парню Конечно Поздравление Поздравляю С днем рождения Артура И давайте Ча тоже поздравим Как-никак День рождения А то есть обучение Ну давайте Пойдем Сценарий Как же я Крут Тут я Папочка Теперь я Новый Папич Да Тупо его лицо Блять Итак Перемещайте героя Сейчас переместим Так Нажмем сюда Нажмем сюда Так Поехали Давайте Сейчас я вас побежду Получайте Получайте Вы не уничтожите меня Ура Блять А че у него С персонажем То стал Че за хуйня Персонаж Не хочет Чтобы за него Играла Ван Зола Вы видите Ну просто Вот так вот Нападаю Сына и Продин Так что следующее задание Так, следующее задание у нас будет вот это вот Да ты уже проходил, ты сейчас перепроходишь Тебе кто-то помогал Неужели мы по-твоему глупы? А вот этот вот персонаж, если представить Она похожа на Снежную Королеву Так что начинаем наш так называемый сценарий 30 секунд до начала сражения О, кстати, новая карта Так, что-то там ненадолго дает невидимость, позволяя вам сбежать Новая карта, она зимняя И, собственно говоря, красивая, красивая Спасибо Так, поменяем Поменяем Все, невидимой стало Поездочный гонщик нас не достанет Вот, все Также можно применить на и на союзника Вроде этого что-то там, чтобы сделать его невидимым Я понял Мне кажется, он не понял и сейчас не нажмет Стой, 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 стой А, нет, ну он же перепроходил, это точно, точно, точно Ему подсказал кто-то в Дискорде, он сейчас перепроходит по памяти Опять же, опять же он обманывает, ребят Он опять обманывает аудиторию свою Я никогда свою аудиторию не обманывал Привет, добавь ВКПЖ на... Братан, ты ссылку на ВК не скинул Как я тебе добавлю? И, блядь, что-то добавлять не хочется, ты запретки пишешь Дальше, не вслух Что делать? Угу, угу, угу Да мне похуй как-то, блядь, чё Новую найдёшь Привет, Каша, очень нравится твой стримы Передаю привет Даниилу из Новокузнецка Каша, блядь, Ваня сказал, что он уже всё это проходил Но на видео не записалось Поэтому он проходит по новой Блядь, а ты думаешь, с первого раза он понял, как проходить? Ты думаешь, с второго раза он понял, как проходить? Не, нихуя Он несколько раз перепроходил одну и ту же миссию соло Вы помните? Сто процентов ему кто-то помог и подсказал Добрый вечер, многоуважаемая лысая башка Глупый вопрос, но насколько высокий Даня Кашин? В интернете рост метр девяносто шесть Хочу проверить, правда ли это? Не, он где-то метр восемьдесят с чем-то Метр восемьдесят шесть, метр восемьдесят семь Ну, я бы не сказал, что он прям высокий Прям высокий, вот Из, блядь, видеоблогеров, стримеров Это как раз таким Афаня, блядь Блядь, два метра Ну, он не прям не настолько высокий Он высокий, но особенно для меня Для человека, который метра семьдесят У меня там полторы башки больше Привет, Куся Передаю привет твоему парню Маркуше Докидываю двести пятьдесят рублей за ДР Ну, ты и Володя Какашин Так, блядь, одним донатом я же сказал, бро Я тебя не наёбываю, сейчас не развожу на донатом Но я сказал одним донатом Не беги так сильно Дают не только видимую невидимость Но и сопротивление магии Так можно пережить даже самые сильные заклинания Я иду Стой, 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 стой Я же тебя не сделал невидимым А ты начинаешь бежать Не беги Все, ты невидимый Получай, получай, получай Да, мы ещё, мы его сейчас победили Чувствую чел Я прошёлся на, ребят Победились Так, а пятый разряд, кстати, есть? Нет, пятый разряд, к сожалению, не добавит Я думаю, добавит в будущем обновлении Если, конечно, добавит Блядь, дополнительное обучение нужно только тебе Всё, человек, который прошёл это обучение Он плюс-минус уже будет, блядь, хотя бы передвигаться не стрелочками Ааа, что мы можем перепройти? Что мы это не... Ты не прошёл, сыграй с другом Я... не удивлён Добавь ДР, обязательно добавлю После стрима Так, найти другого тренера 30 минут Это нам не надо, это слишком долго Сыграйте с ботами 45 минут Это там, но тоже не надо Сыграйте с другом 45 минут Это нам тоже не надо Так, мы можем перепройти Обзор на карте Давайте его пройдём Блин, нахуй он перепроходит обучение Обзор на карте Мы это тогда в предыдущих выпусках не проходили Ой, прошли, но провалили задание Так Ааа, начинаем Красава Ааа, покупаем Покупаем Купили Мертвец летит Ааа, я понял тебя Хе-хе-хе-хе Так Собственно, поехали Вот, всё Я уже обучился данной игре А пуджа надо Не останавливать А нужно Сделать так Пока он уйдёт отсюда Ну вот Вы видите Ему кто-то помогал Как он сам до этого догадался Откуда он знает, что нужно Ему 100% кто-то помогал 100% сегодня честно Привет, мне очень нравится Надеюсь, в будущем Всё будет хорошо Не болей Обняла Примир ДР, пожалуйста Обязательно добавлю После стрима Чё по графике Ну компьютер за полмиллиона, ребята Компьютер за полмиллиона Да, так и выглядит всё У меня комп За 100 тысяч Тянет стрим И доту 2 в 200к И с ДС И с всякой хуйю Там браузер у меня открытый Ну да на этапе И так далее У меня тянет там На 150 фпс У него Пиздец Пиздец Батя подсказал Да нет, бля Сто процентов Какой ты его дружок Так, ты уйдёшь отсюда? Вот, он уходит Всё, его нету Можно Морозный фронт Быстрее Побежать Пока что Его нету Вот, всё Немедленно Куда ты пошёл? Вот, всё Ставим метку Поставили Отцепеней Всё, сценарий проводен Мы это тоже прошли А в другую серию Мы это, конечно, провалили Но сегодня мы выиграли Так что сценарий Да, каким-то чудом, блядь Никто тебе не подсказывал, нахуй Не помогал Сам догадался Просто зашёл И понял то, что Пудж Вдруг уйдёт То есть, ну Понятно, понятно Что ему подсказали Понятно, что ему помогли Ронин Так Собственно, что мы ещё можем пройти? Оглушение и контроль Давайте попробуем пройти Мы тогда это провалили Но сегодня мы можем выиграть Вот этого персонажа я буду всегда звать Беттера и Билл Потому что он так и выглядит, как Беттера и Билл Кто, блядь? Сейчас прогуглю Беттера и Билл Беттера и Билл Беттера и Билл, я правильно услышал, да? Сейчас прогуглим Беттера и Билл Беттера и Билл Что, блядь? Я прогуглил Беттера и Билл И нашел вот это Я не знаю, это то или нет Это это то или нет, блядь? Беттера и Билл Вот это на это похоже? Шаманчик похож на это? Блядь, сейчас, подожди Беттера и Билл Как это пишется, нахуй? Блядь Может он, конечно, говорит Блядь, ну и хуй знает У меня тут какая-то порнушка, блядь Он порнушку смотрит Ну да Ну я хуй знает про что он, ладно Ладно, давайте дальше Тридцать секунд до начала сражения Так Провеваемое заклинание Его действие остановится Если применяющая даст герою другую команду Либо его оглушат Либо обезморвая Безусловно Так, поехали Опа-на Ты в цепях Ну опять же ему кто-то помогал Очевидно Получай, получай, получай Вот и все Добавлю дар обязательно после стрима Обязательно добавлю Вы изучили, нах С помощью этой способности Вы сможете не давать врагам Действовать еще дольше Ой, больше Меня направляют духи Так, примените эту способность, окей Опа-на Собратцов Не, а что? Почему? Секунд до начала сражения Меня ведет призрак Окей Помените Транформация Получай А, нет Она сбежала Он не запомнил Его 100% помогали Осуждал Если не увезти С твоей Кого-то там Она поименит способности Чего ты там сбежит Она сбежит Можешь и полянуешь Он догадается 20 километров Пожалуйста Ну, ёб не успел Еще раз Еще раз Стрихнуть До начала Как тяжелают духи Получай Я поймал тебя На Ой, блядь Ну, ебаный в рот Вот оно Твое истинное я Нет Походу мы ее никогда не победим Потому что она Слишком быстрая И почему-то Не ждет Пока я ее побежду Блядь Не честно Не честно Все, тогда пизду Каша, я тебя люблю Спасибо большое Ну и короче Не будем Этого Как Как начать командное сражение Да, блядь Это не вопрос Тебе задали Ты не должен на него Отвечать Если что Нажми Начать сценарий Ебаный в рот Давайте Попробуем Пойти Это командное сражение Если у нас Конечно Получится В прошлом выпуске Мы его провалили Может Сегодня выиграем Вот вы видели Кстати Эту вырезку Сто процентов Кто-то заходил К него в ДС И такой Поговорил Что нужно делать 30 секунд До начала сражения Вперед Так Блядь Что у него с дотой Подождите Почему у него Тайт блядь Ходит как в меме Нахуй Что за хуйня Комп за 500к Что за бред 30 секунд До начала сражения Вперед Что это за хуйня У него даже мысли нет Что что-то не так Вот смотрите Как Тайт ходит Так Ебать Он что На гироскутере А союзник Применяя свой Люд после Вы кого Применяйте Ага Понятно Получай Вы получили Предмет Который Позволяет МГН Переместиться На небольшой Расстояние Я На охоту И какое мне Поменить Так Поменить До того Как Что-то там Активирует Какое-то задание Это оно Да Опа Все Проблемы Больше двух кнопок Надо нажимать Все Проблемы Он понял Ребята Но Больше двух кнопок Не сможет Ставлю Блять Душу матери Что не сможет Прыгните Прыгните К орган С помощью Какой-то Способности И примените Ага Чтобы помочь Союзникам Начать бой Где оно Так Не оно Нет Помогите Даже путешественникам Найти Блинк Даггер Вот оно Вот он Вот он Блинк Даггер Вот ты на него Показываешь Да Вот он Вот он Блинк Даггер Хороший Путь Ёб твою Мать Блять Отдайте Меня Блинк Даггер А все Победил Способность Что-то там Оглушает Согласен Ой Ой Сейчас мы это Пойдем Подождите Как нахлынул Я Пойду Как нахлынул Ты плывешь Против Мое тело Уйдем Блять Ну прочитай Пожалуйста Хотя бы Что тебя Просят Ну нахуй Не просто Кликай Блять Он реально Обучается Как нейросети По методам Кликов Просто Методам Кликов Наугад Каш Я тебя люблю Спасибо Большое Артемчик Спасибо Добавь ДР Добавь БР Сколько Скоро Выборы Голосовать Идешь Иду Конечно Блять Только у меня Пока что Рекламку Не купили Я еще не продался Кремлю Подождите Я обязательно Буду петь Этого 24 марта На выборы Эй 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 Сделай свой Голос На выборах А потом Буду говорить Что это не я Ну я же в Питере Передаю привет Роману Бреничину И Мурзевичу Передаю привет Так Сейчас Мы это Исправим Да блять Ну ёб твою мать Блять Ну догадайся Нахуй Заебешь Опять у меня Дота 2 Валетел Почему так Не понимаю Все же Отлично Шло Блять Подождите Так ФПС Где-то 200 Графон На ультрах Стоит Я думаю Из-за того Что графон На ультрах Стоит Блять Почему-то Дота 2 Вылетела Блять Комп за 500 тысяч Не может быть Виноват комп Или бы Иван Зо Это дота 2 Хуйня просто Это дота 2 Хуйня Ну они оптимизированы Бета еще Все еще Блять 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 Ему еще Сука И мы еще ОБС Так Настраивали Смешно То что Источники Ему указали Как веб камера Опера Опера Яндекс Здесь так Что у него У него Скачен Мистер Бист Это у него Контакт В дискорде Еще Какую-то Хуйню Он скачал Вирусную Охуеть Обои Блять Чуваки Чекните Обои Он что в депрессии Иван Зола Если у тебя Проблема Ты скажи Мы тебе Поможем Блять Нихуя себе Это он сам Рисовал Блять Прикиньте Реально Встретишь Иван Зола Он что-то там Будет чертить Вот так вот Блять Показывать Нахуй Блять Мне кажется Реально Он вот так Берет карандаш И чертит Там блять Какие-то Иероглифы Нахуй Пентаграммы Блять Ебать Стремная Хуйня Что это Такое Еще Поворачиваться Нахуй Это ты В будущем Нахуй Рассказывает Куда ты Идешь Откуда Кто ты Такой Нахуй Видит Ты прошлый Будущий Что за Хуйня Кто это Блять Ну это Прям Стремная Тема Здравствуйте Саркаша Не могли Бываться Ни трек Другой Твоего Не могли Б Извини Пожалуйста Приятно Слушать Твои Околосерьезные Рассуждения Особенно Про политику И рандомную Жизненную Философию У тебя Очень интересное Замышление И то Как ты Обосновываешь Своё мнение Спасибо Большое Кстати За 3 евро И в общем За комплимент Приятный Кью Кью Кусша Лишаюсь Донатной Невинности Спасибо Тебе За стримы Ты всегда Поднимаешь Мне настроение Улыбайся Почаще И у И у Тебя Прекрасная Улыбка Ты лучший Спасибо Большое За то Что ты Есть Спасибо Большое Спасибо Скажи Я тебя Люблю Я тебя Тоже Добавлю Дэр Обязательно Командное Сражение Потому Что Может Сработать Какой-то Глюк Поэтому Это Знак Какой-то Ребят Поэтому Не стоит Это Проходить Да Что Мы Можем Сделать База Знаний Ну Базу Знаний Я считаю Мы Полностью Прошли Некоторые Задания Мы Не будем Обучаться Ой Некоторые Задания Мы Не будем Делать Ну Просто Забьем На них Болты И Собственно Считайте Что Мы Прошли Уже Поэтому Кстати Награды Не хочет Получить Я не знал То Что Награды Можно Кстати Получать Ебать Скин Вот Эта Хуйня Черепаший Панцер Смешной На Тейтхантер Меня он Смешил Всегда Там Еще Есть Смешные Памперсы Надумая Помню Там Они Прям Реально Выглядят Как Памперсы Если Надеть Бесета То Это Будет Выглядеть Ну Прям Как Памперсы Смешно Я Считаю Они Не важны Поэтому Что Мы Можем Сделать Игротека Боже Мой Блять Ёп твою Мать Не Иди Custom Hero Час Нет Твое Не Иди Пожалуйста Против данных Людей Против Так Называемых Данных Людей Ну Так Так Сказать Ну Так 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 Могу Взять Так Это Персонажи Под именем IQ IQ Это Если Что Я Щас Рофлю И Я Не Понял Сначала Шутку Блять Блять Смешно Так Наху Ребята Понял Блять Смешно Нахуй Это Рофл Блять Было Вы Че Серьезные Такие Суки Ебаные Блять Твари Блять Это 10 Персонаж Под ником 10 Но Лучше Называть Его IQ Это А он Реально Думает Что Это Персонаж Под ником 10 Блять Он Посмотрел Мою Вырезку И Поверил Мне Я Рофлил Иван Золо Извини Меня Пожалуйста Это ИО Его Зовут ИО Первая Это Английская И Вторая Английская О Выглядит Как Русская Легко Понять Блять Блять Это И Если Что Это И Блять Ты Что Нахуй Ты Угораешь Это Не 10 Тебя Наебали Блять Я Извини Пожалуйста Я Тебя Наебал Ты Можешь Его Еще Называть Веспом Потому Вот И И И Называется Ну Легко Заполнить И О Представь Просто Ишака Себе Меня Представил И Вот Такой И И И И Все Я Думаю Он Легко Вот Родители Блять Обращение К родителям Иван Зола У вас Ребенок Он Имеет Свои Особенности Но Он Очень Хорошо Запоминает На каком Ассоциативном Мышлении То Есть Его Можно Обучить И Английскому И Блять Любому Языку И Вообще Даже В доту Его Можно Обучить Играть Просто Делать Это На Ассоциативном Ассоциативном Мышлении Как Детям То Есть То Есть Показываешь А Говоришь Арбуз И так Далее А Потому Что Д Потому Что Домик Д Видишь Д Похоже На Домик И Так Его Легко Обучить Блять Обращение К родителям Он Зола Почему Забили На Ребенка Почему Вы Ему Не Обучили Даже Шнурки Блять А Кстати Есть Идея У Конфликт Еще С Серегой С Батей Иван Зола Как Ему Такая Идея Позвать Его На Стрим К себе Вот Я Без Иван Зола Просто Серега Не хочешь Со мной Поговорить У нас Там Конфликт Вырезался Я думаю То Что Ты Не Прав Ты Думаешь Что Я Не Прав Так Что Ну Давай Просто Поговорим По Мужски Как Ты И Хотел Просто В Дискорде Поговорим Половину Донатов Опять же Если Ты Просидишь Весь Стрим Я Отдам Тебе Прям При тебе Покажу Донейт Аверс И Донейт Пэй Покажу Сколько Задонатили Перезагружу Страницу Чтобы Ты Не Подумал Что Там Код Элемента Либо Еще Что И Закину Тебе Если Ты Просидишь Весь Стрим Нормально Стрим У Мы С тобой Поговорим Всего Часа Два Вот Приглашение Батя Серега Поговорим По поводу Вашего Сына Какого Хуя Вы Не Занимались Ребенком Почему Его Больше Обучают Какие Рандомные Челики Из Интернета Я Уж Не Говорю Про Интернет Безопасность Ладно Это Можно На На Возраст Ваш Сглазить Не Обращать На Это Внимание Потому Что Вы Но Блядь В каких Базисных Вещах Не Уметь Завязывать Шнурки Ебать Вы Представляете Себе Ему Сколько Там 19 лет 20 лет Уже Он Блядь В армии Наху Мог Быть Мог бы Быть Счасть Какого Хуя Пиздец Блядь Вот Киньте Это Заспаньте Иван Золото Что Я Приглашаю Серегу На Стрим Тире Дебаты Не По поводу Политики По поводу В общем Деятельности Интернета Моей И Иван Золо Поговорим Половину Донатов Я скину Опять же Докажу При вас Покажу Сколько Задонатили Донат Пэй И в Донат Алерсе Хотел бы Наебать Не говорил Бо Что у меня Донат Пэй Есть Говорил бы Только Что у меня Есть Донат Алерс Разбирайтесь Донат Пэй Что Вот Уважаемый Добрый вечер Спасибо Огромно За ваши Чувства Юмора И повод Жить Ради Стримов С вашей Лысой Вот теперь Уже Башкой Спасибо Большое Привет Кошурик Кто самый Лучший И красивый Люблю тебя Улыбайся Почаще У тебя Очень красивая Улыбка Добавь Пожалуйста Друзья Спасибо Большое Передаю Привет Артем Добавь Друзья Пожалуй После Стрим Обязательно Передаю Привет Тане Люблю Тебя Спасибо Большое Я Он сам Прошел Бодоту Добавь Друзья Обязательно Добавлю Друзья Привет Каша Лайкни Фотку ВК Пожалуйста Не Я таким Не занимаюсь Особенно За деньги Все Давайте Дальше Так А кстати Есть модификация На него И он Еще может Выглядеть Вот так Да Классно Кстати Да Я помню Я играл До хуя Чтобы Получить Вот Этот скин А потом Оказалось Что он Блять Стоит 400 Рублей Прогините А я Потел Прям Ради Него А он Сука 400 Рублей Сего Стоит Нахуй Мой Пот Дороже Сори Пиздец Выглядит Как будто Антиматерия Он выглядит Вообще Как будто Он От племенов Майя Но Блять Антиматерия Хуя себе Блять Ебать Вот От кого От кого Но Иван Золу Блять Не ожидал Антиматерия Блять Подождите Сейчас Я сравню Антиматерию С этим Откуда Знает Как выглядит Антиматерия Иван Золу Антиматерия Вот как Ее просто Представляют Я понимаю Что ее Нет Блять Хуя себе Блять Нихуя себе Вот Материя Вот Антиматерия Иван Золу Блять Ты притворяешься Что ли Блять Прикните Он реально Играет Вот Откуда Он Знает Как Выгляд Антиматерия Что За Хуйня Что За Хуйня Блять Физик Химик Ядерщик Там Сидит Я Боюсь Иван Зола Теперь Блять Ебать Что Нахуй Блять Сейчас Прикните Лекцию Начнет Вести Об Антиматерии Все Оставшиеся 15 Минут Охуеть Блять Рил Похоже А В Марвел Это Блять Это Из Марвел Он Знает Блять Опять Женах Ебаный В рот Сука Ну Видите Он Обучаемый У него Ну Он Можно Было Бы Сделать Из него Умного Человека Слепить Но Блять Родители Хуйня Него Забили Вообще Фантастически Вахую Просто Они Же Есть У него Они Же Ну Не Алкоголики Не Так Далее Почему Так Похуй Почему Им Так Похуй Пиздец И Собственно Передаю привет Роману Вот так Вот Еще Может Выгрызть Айтюм Так Ну Собственно Погнали Обычная Игра Или Игра Против Ботов Давайте Обычную Игру Нет Обычная Игра Почему Меня Там Заблокировали И Не Хотят Меня Больше Туда Пускать Так Что Игра Против Ботов Так Мы Если Что Не Новички Уже И Если Что Средние Сделаем Сложность Поэтому Начинаем Игра Против Ботов Ой Да Свободный Выбор Где мой Персонаж Айкью Ага Выбрать Айкью И Собственно Ждем Когда Начнется Наша Данная Игра Иван Зола Айкью Хм Он Прошел Сейчас Тест На Айкью И Все Ему Даже Блять Цифры Не Показало Что Там Буквы Уже Пошли У него Гений Блять Ноль Иван Зола Айкью А где Блять Сколько Блять А У Мы Против Пуджа Ладно Силы Света Света Ну И Собственно Погнали А давайте Значало Закупимся Так Купить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прикол буду стричься, ну вот, как и было Передаю привет команде операторов горячей линии Пожалуйста, не за что Привет Каша, приедь в Барнаул и передаю привет Роман Бля, в Барнаул не хочу Передаю привет Роману еще раз Кукуся, пожалуйста, передаю привет Ане Она няшка, хорошо Привет Каша, ты лучше, у меня есть вопрос Ты смотрел Джорджа? Если да, то хорош Хорош через Ана, ты там писал? Не, я не смотрел Джорджа Купить, купить Приготовьтесь к битве Ну, кстати, к слову, он почти нормально закупился Только ему не нужно было столько танго и веток И фласка Ну ладно, фласку можно простить В принципе Фласка, ладно Ну, слушайте, неплохо, неплохо Каша голову не продувает Ха-ха-ха Не, жарко, кстати, нормально Идеально, перфект Все, мы все купили Через минуту начнется мясорубка Так что, желаю всем удачи в игре Удачи в игре 10 секунд до мясорубки, ребята IQ Битва начинается Против Пуджа Мне кажется, IQ против Иван Зола, а не против Пуджа Да, путь против IQ Начали мясорубку Союзники, в бой Первая кровь, великая честь для рыцаря Со мной луна Луна Луна, блядь Ладно, просто Бля, я уже не удивлен Ну, луна как луна, хуй нет И кто еще Какой-то рыцарь Какой-то рыцарь просто Итак, мы Мы все лицами Побеждаем врагов О, нет Силы СМИ Ведут 1-0 Но мы будем сильнее Получай Получайте Что он сейчас сделал? Он крипов фармит, ребята Не может быть, нахуй Не может быть, блядь Это он специально или случайно, блядь Да ну нахуй Да ну нахуй Конечно, я тебя очень люблю Но передай привет Нет, нет Второго не буду произносить Просто Роману Нет, нет, нет Просто Роману передай привет Применяем Володь, передай привет Таня И чтобы она не грустила Красава, Володь Спасибо Так Пока что проигрываем Давайте собираемся 1-1 Ведем Так Применяй яблоко применяй пойми что применяй яблоко вашу что у предмет юзанул на себя когда нужно похуй что он яблоком его считает похуй похуй блять похуй похуй как он видит блять я уверен то что он видит не просто как обычная яблоко как яблоко из какого-то marvel dc так далее о спасибо за двадцать евро хуяся предка шуля учусь играть в dota по видеороликам аван золо добавь друзья пожалуйста обязательно добавлю несколько раз не даже добавлю охуеть спасибо больше за 20 евро это сколько рублей это две тысячи рублей блять спасибо большое данная башня атакует я знаю что я такую так атакуем атакуем отлично он блять он крипов охуеть врага нет на верхней линии башни уничтожаем так ведем пока что один один уничтожаем уничтожаем и зайдем у по на что это было союзники атакуйте сука нет 21 ведут силу тьмы эх надо побеждать ребята нас уничтожает ребята что с вами давайте мы победим так окей опана применяй применяй на кого-нибудь да это не применяется так как так два три ведем так 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 вот применяй не применяется вашу центральную башню атакую а где моя танго ой точнее это было блять неправильно кликать но похуй центральная башня врага нет на верхней линии так уничтожим все вместе уничтожаем у врага нет на верхней линии так кольцо применяется не применяется почему не применяется той ты ведем мы сможем так так как кто-нибудь атакуете башню потная катка потная катка меня сейчас уничтожит ребят применяй невозможно применить что не скажет что потрясен а я очень сильно потрясен это шутка была вашу центральную башню а нет для тогда и 4 ведут силы тьмы собрались и бета ну блять на тупо нажми ёб твою мать блять сука он реально как курьер нужно победить силы тьмы нужно так пойдемте вы где мои союзники а вот они все идемте блять он до сих пор на стрелочках так давайте 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 погнали силы тьмы против силы тьмы света лопана отлично нужно уничтожить быка 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 уничтожьте кого блять отлично ух ты ничего себе кого блять уничтожьте быка быка это кто блять бургер кинг быка а быка бык 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 быка иду бэк 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 ну ладно ёр шекер теперь бык привет котенок смотрю тебя с момента сборки кубика рубика и в абсолютном ахуе как ты стрельнул безумно рада за тебя спасибо большое жду добавления в друзья обязательно добавлю друзья после стрима счастья здоровья удачи кулысы за полтора года начал второй раз не обижайся да я не обижаюсь спасибо за стримы давай друзья пожалуйста обязательно добавлю после стрима кашуля помоги легенде у геннадия горы на тяжелые времена ему нужна твоя поддержка так что с ним что с ним что там у геннадия горя на геннадий горин так желаю тебе самого крепкого здоровья и хорошего настроения что с ним что с геннадий горя на что не так прямой эфир или стрим геннадий горин сегодня 17 августа итак ваша сигна готова ваша сигна готова ебать ваша сигма готова бля давайте мы поможем блять а я имею же право рейд давать но от короче геннадий горин сейчас ведет трансляцию я намекаю ребятки можете зайти поприветствовать сказать спасибо ему большое за детство и так далее т.г. зола ребят скиньте что там т.г. зола наша бежать сигна готова если там ничего такого нету если вашего сигнал на между и чугунец геннадий горин плохо выглядит грустно давайте мы его поддержим давайте откроем чат в новом окне чтобы блять скрыть его так спасибо модера то что скинули а чё а я думал у меня стримы блять зависит так 330 уже зрители ребята надо побольше мы сделать надо побольше зайдите пожалуйста на второй вкладке откройте сейчас т.г. срочно там вообще пиздец ладно блять можете мне это скрином пожалуйста скинуть скрином скину чтобы мог его открыть как медиафайл можете за скрин просто и скинуть об обрезать лишнее тут это вот пишут а кто пишет я тут то вот 800 зрителей так нормально уже побольше привет вот каши каша здравствуйте на ссс Привет, Гена. Хочу кое-что сказать, точка, те, кто в донатах пишут оскорбления о гене в ДНИА и клоуны. Каша, привет. Здравствуйте, Каша. Обрадовался. Привет от Каши. Каша, привет, Каша. Привет от Каши. Привет от Каши. Привет от Каши. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Иван. Каша, привет. Сразу начал улыбаться. каша здравствуйте каша здравствуйте и геннадий горин и вам привет отвечать я буду читать за донаты какие были донаты тут 1200 уже ну улыбка появилась улыбка у него появилась не у меня появилась так спасибо вам за донат сейчас я буду считать донат все там мужчина донатит сверху так что заебись так тг и ванзола что он скинул короче история такая что сегодня меня обманула два стримера твича история такая списывается со мной хесос и говорит мазела хочет обратиться по поводу озвучки его концертов ну мне мазалов тоже писал типа чё вова у меня еще испугал он не пишет вова срочно 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 блять пиздец прям пишет я такой думаю что у него случилось я блять сразу же телефон наху уронил блять ой блять что там блять и случилось наху он просто такой дай тг и ванзола вова срочно ссоры срочно озвучки его концертов да он действительно это хотел я соль и списался и запросил больше 60 к рубля за озвучку ты чё бля за озвучку 60 тысяч рублей блять иван золо блять нихуя себе за озвучку 60 тысяч рублей блять 60 тысяч рублей за озвучку ахуеть с ильей который является белой зоны интернета и которую он считает другом блять в итоге мы договорились и я ждал данный текст оказывается текст я прочел когда с ним общался блять красава илья илюха блять наш блять наш давайте руку поджму давайте я ему руку поджму оказывается текст я прошел когда с ним общался то есть он записал это на диктофон и в итоге он мне пишет что какой-то там город сдал все билеты он не скинул 350 рублей и наверное в скором времени сольет папину карту в интернет блять братан все это уже есть нахуй и вот скажите пожалуйста после этого я должен быть добрым к твич стримером нет чувак а почему твич стримеры должны быть добрыми к тебе я отнесся к тебе с добротой блять пригласил тебя на стрим потому что жалился над тобой у тебя были плохие времена и то что ты сейчас имеешь блять имеешь благодаря мне а ты меня как отблагодарил 100000 блять запросил нахуй почему другие твич стримеры должны быть тебя добрыми все ты показал тебя блять когда тебя по-доброму относится все блять все нахуй ничего не будет блять 60к за озвучку ты попросил что ты сделаешь за эти 60к откуда такие цены у тебя взялись блять а скринами пожалуйста кидайте бро это а то я так не смогу открыть чтобы всем показывать бро скинь пожалуйста скрином да и закрыть после такого надо потому что не умеют они дружить и нормально работать ну ты-то умеешь за 60 тысяч блять дружить и за 100 тысяч ты умеешь дружить а если нет 100000 что я и сами понимаете кто и сами понимаете кто и сами понимаете кто они дружить не умеют нормально работать вы смеете меня в интернете вам в будущем прилетит но осуждаю эту угрозу осуждаю блять блять я в ахуй озвучка 60000 стоит что вы понимали у меня есть знакомый дикторы блять например те которые озвучивают аниме и так далее те которые озвучивают аниме они вообще делают озвучку блять большинство своем запрос так чисто чтобы голосом посвятить и опять же иван золо если у него проблемы опять с фэймом то он мог за спокойно просто записать еще пост чек не а все скинули скрином екатерина мизулина если вы меня слышите сделайте уже что-нибудь уже сточите правила отвеча по жесткому поговорите с мазыловым и накажите этого плохого человека блять илья красава блять я до этого не додумался базов ты красава через вот это вот это смешно блять это посмотрим обязательно и накажите этого плохого человека потому что меня обманы уже бесит чувак а когда ты обманываешь и просишь за это стукать нормально тебя обманули вот это пиздец да да ты обманываешь ты пользуешься это плохо когда тобой так пользуются это хорошо стримеры они как маленькие дети не научились нормально общаться и быть честными с людьми это говорит иван золо блять это говорит иван золо нахуй так вот еще видеозапись как мозгов здравствуйте дорогие друзья подписчики мой телеграм-канала все люди которые опять же мозгов это беру белая зона интернета запомнили 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 просмотрит все что я делаю в интернете сегодня 17 августа и я хочу сказать вам о том что произошла ситуация после которой я честно не знаю как я в принципе буду дальше вести свою деятельность в интернете мой близкий друг по совместительству дебил по совместительству мой товарищ из америки алексей губанов поступил со мной очень некрасиво и это мягко сказано кто блять подождите чё кто это блять что блять кто его кинул обманул блять ясус блять его так все зовут блять губанов алексей губанов по губанов а то он опять мне блять там страйк кинет все хорошее имя хорошее мне нравится такое жестко твердо это все были это неудачно извиняюсь хорошее время по губам ой ладно все они все они извиняюсь был был момент затмения появилась на и те которому я отдался извиняюсь за это простите меня пожалуйста интересно как я санитат реагирует кентима пожалуйста пожалуйста без обид только хесос я по-братски по-дружески не обижайся бро я с уважением он написал иван узола он придумал обманную схему в которую замешал меня дрэйка и антона еще меня ты же мне еще написал то что типа у кого из контакта ван зола у меня нет я такой сказал у хесоса есть ой все не так бы все было как вот он говорит и он вывернул все это так как будто мы как будто и я и антон и дрэйк хотели на диван зола шутить издеваться при том что мы вообще типа не собирались ну к слову шутки шутками но илье мазелову реально может за это влететь то есть но смотрите как минимум штраф и 60 тысяч если ван зола не будет прям прям ну настолько иваном зола то он в принципе может обратиться в суд вот илья мазелов вот это сейчас кстати не смешно я серьезно говорю у вас было договор оферты который ты нарушил не скинул ему 60 тысяч за услугу которую вы договорились я конечно знаю как будет эта переписка но советую переписку потереть реально напишите иван зола чтобы ну полностью потерять переписку вы чтобы все там бук нейросеть нейросеть если что-то сделала блять и так далее я советую золу сейчас просто стереть переписку потому что иначе иван зола сможет обратиться в суд ну и выиграть его но был договор оферты а нет я не знаю этот метариус может же подписать телеграм-переписку как настоящую как во вконтакте это делает и так далее как одноклассники тогда не было договора смысле не был был договор оферты нахуй да может нахуй но тогда точно потери подотри реально и илья я серьезно сейчас говорю может влететь за это сотри переписку не у меня если что блять слишком умно для иван золу не мне кажется настолько зло то что он и найдет и юриста и нотариуса которые подписаться под это ну потому 60 тысяч это 60 тысяч оферты никакой не боли не они не встречались а блять так это и работает блять чел ты юрис преды юриспенденцию знаешь на все 100 блять ты прям все законодательство учил красава про то что вообще не собирались никак ну его трогать пожалуйста распространите среди всех среди всего интернета алексей губанов мошенник с ним нельзя иметь никаких дел и с ним нельзя работать и нельзя дружить иван зола мы с тобой нам также сейчас тяжело как и тебе но если он так хочет сойти с этой темы но все равно не получится все равно там блять вот переписки я думал все все по-другому будет но смешно блять но это это смешно но немножко незаконно вот это вот вот эти вот прикола это смешно это смешно да действительно блять так наебать его блять иван зола тебя обманули обманули дурака на 4 кулака ú люди бэби бэби я беби бебими бебе беби 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 и беби бебеби беббе беби бебе бабе бебе бебебе десуса говорите простите пожалуйста почему он прям горит по этой теме сейчас да которые звуть а вот блять сука я тупой Так, забирай нож тут, это Иван Золо, блять, отомстил. Именно, да не, на самом деле, я же говорю, я женился на Байдене, по браку я здесь остался. А чё? Что он хочет? Эй, куда зашёл? Куда зашёл? Ты куда зашёл? Что ты залетел сюда, здравствуйте? А что ты залетел? А мы смотрим, смотрим, как ты меня оскорбляешь. Я не было такого. Хорош, мне нравится. Хлебни скинули. Алексей Губанов, Алексей Губанов. Русский твёрдый любишь, да? Алексей Губанов. Здорово. Чат Каши, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Кесос, уважаемый, здравствуйте. Что ты там, рожем не корчишь? Не было такого. Можем поговорить, если так. Здравствуйте, Кесос, уважаемый, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Что ты там, рожем не корчишь? Как ты относишься к тому, что произошло с Ильёй и Иваном Золо? Это немножко незаконно, но очень смешно. Как ты относишься к тому, что произошло... Блядь, удобнее, конечно, через дискорд говорить, а не через... Всё, на этом данный, скажем так, конфликт, или не конфликт, события, что ли. Короче, данное дело объявляется закрытым. Данное дело. А кто виноват? ТГ Мазелова. Чё там ТГ Мазелова? Скиньте ПЖ. А, вот, голосовой донат от Дрейка. Ой, наоборот, голосовое сообщение от Дрейка. Всё, просто. Настоящий Иван Зоо 2004. Не верьте тому, что написали в моём телеграм-канале. Меня взломали. Спасибо большое Дрейку, что предоставил мне доступ к своему, потому что больше у меня ничего нет. Я хочу объявить Алексея Губанова мошенником на весь интернет. Мазелов ничего мне плохого не сделал. А вот Алексей совсем обнагрел в своей Америке. Правильно сделал, что уехал. Иначе бы я с ним поговорил по-мужски. Иисус, пойди оглядывайся. Осуждаю. Это оскорбление угрозы какие-то. Я не знаю, что это. Бля, ну это ржака прям. Блядь. Иван Зоо, а был бы ты со мной, не было бы такого. Вот зря ты отказался от моей дружбы. Ты ещё. Это не угроза ни в каком случае. Просто факт, факт. Вот я говорил. Иван Зоо, ты зря отказался от моей дружбы. Такого бы не было. Я бы тебя защитил. Но поскольку ты мне грязи много сделал, я отношусь к этому нейтрально, что сейчас происходит. Передаю Даше, что она самая лучшая девочка. И покажи ей сердечко. Конечно, смотрите, сердечко. Привет, Вова. Добавь друзья, пожалуйста. Окей, добавлю друзья. Кусечка, разреши, пожалуйста, писать чат без подтверждения номера. Умоляю, заранее. Не-не-не-не-не. Иначе там бота будут отсылать и так далее. Привет, Кашунка. Люблю тебя. Добавь ДР. Или передаю привет Арише, Машуне, Марку и Насте. И покажи сердечко. Так, не вслух. Ну, тут, блядь, как и в любом деле, короче, лучше... Что нужно сделать? Начать? Не нужно делать. Заканчивать. Как и в любом деле. Секрет успехов во всём. Ну, конечно, там ещё ебашить нахуй придётся. Ну, и чё? Вот. Секрет. В чём? Так, Геннадию Горину помогли. Прохождение мы ещё не досмотрели. Давайте прохождение досмотрим от Иван Зола. Открыть способность. Открыли. Так, отлично, уничтожаем. Так, 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 так. Уничтожайте, уничтожайте. Четыре-четыре. Отлично. Пока. Сейчас 4-4, подождите. Поставняли счёт. Так, IQ. КП побеждает. Чекни Ферамира. Господи, да что там у Ферамира ещё? Как у него ник пишется? Фи...ра...мир. Угадал. Бля, кстати, я думаю, следующая стадия, если он в доту какую-то, значит, блядь, вот хорошая идея для Ферамира, это не просто валяться, а также ещё играть в доту. Или в какую-нибудь КС-ку, вот это прям охуенно зайдёт, вы представляете, реально, просто сидит Ферамира такой, но анти-миномид, анти-миномид, я тащу эту игру в соло, эта игра моя, я, эш, 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 это победа, это победа, эш, эш, моя эгида, эш, 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 гена сигму делает, реально. Так, а... Жаскал. 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 Оскар тебе, спасибо большое. Так, в ТГ опять что-то скинули. Мозелов, что? Ты говоришь, что? Так, давайте-ка. Клик какой-то от Мозелова. Полная хуйня Мы с Иваном Зоо не договаривались ни на какие услуги Вообще Блять не договорились В общем если он тебе сказал В общем если ты предложил что-то Что он должен сделать Он назвал свою цену Это уже договор оферты Я ему сказал запиши для теста Он записал для теста В чем вопрос вообще Ну в любом случае лучше удалить переписку Типа я ему сказал да потом дам А ну все Если ты еще сказал что потом дашь Конечно без определенного срока Он бы пообещал потом дать Но это все пиздец Он может обратиться в суд Захотел дать захотел не дал Ну уж понимаете что это Ну так не работает в законе Тебе так же судья скажет Захотел дал срок Ну конечно не срок там будет Просто накажут Это как блять Как работа короче Сори мы нашли другого исполнителя Все до свидания блять Типа это никак Это не работает никак Типа тут Каша шерсть Тут не работает Вот эта законная хуйня Это невозможно блять Блять хорошо Сейчас Мне впадло читать короче Можете просто сами прочитать А где Тут больше было Ладно Возможно я не прав Типа это ну это бред То есть мы с ним просто поговорили Не было ничего Мы даже на словах не договорились ни о чем А ну блять тогда да Но я не видел переписку Я на всякий случай просто сказал Потому что ну 60 тысяч Это огромная сумма Блять Что за разгоны дебили начались Вообще Вы что ебаны что ли Блять Утоли переписку Вы что блять Еванулись Это просто Блять Обычная хуйня Вы что Что вы блять Воду мутите Из-за какой-то хуйни Ну и что В переписке Опять же можно договориться Вы что блять Еванутые А то что там половина Нейросетка озвучена Что мне сделать теперь блять Нейросетки С нейросетки комиссию брать Блять Нейросеть не является субъектом С ней вообще нельзя договориться Так что блять Чел Блять Все Я короче подсказал Если что блять Это проблемы Иван Золы И проблему Мазу Чекни тг Иван Золу Да господи блять Я заебался Чекать и то и то Ну все Там больше нет Ничего нового Накажите Накажите Блять Еще он смешно написал Накажите их Блять Накажите их всех Найдите И накажите их всех В GTA 5 RP Так Пока ведем Угу Каша 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 не душит Да блять Ну просто На всякий случай Подсказал Шутки шутками Блять Но Иван Золу Он очень мстительный Каша Так ругался на Золу Что страшно было Будто меня отругали Но в принципе Возбуздающе Нормально Спасибо большое Скажи Ивану Золу Что Что блять Кому сказать Ты Тысяча край Да 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 блять Да и тысяча Это не стоит Просто Ну вот Я бы записал За бесплатно Если бы меня Мазел попросил Я бы нормально записал Я бы даже в студию Поехал За Вот там Просто блять За все За просто так Просто потому что Это и вариант Пофеймиться И вообще прикольно Типа Каша Я и мой друг Передаю привет тебе И желаем тебе Лучшей жизни Блять Что вы мне скидываете Нахуй Господи Иисусе Блять Оферта Предложение Если нет акцента Согласия Договор не заключен Так я блять Говорю то что Я не знаю Как там пишется Блять Переписки Вы че мне блять Уже гражданский кодекс Блять Предъявляете Какой то нахуй Я говорю блять Я не видел переписки Возможно там они И соглашались Так что блять Иван Зола Может поиметь Какую то час Это 60 тысяч Вот я поэтому Говорил Мазеллу Блять Все заебали Кидать мне Хуйню всякую ребят Конечно Я могу быть не прав Я же не видел Блять Эту переписку Но я говорю На всякий случай Блять Нужно удалить Блять Все Доебали Дайте досмотрю ролик Это дебильный Врага нет На верхней линии Так Так Ага Отлично Побеждаем К башне Срочно К башне БК победите И пуча Тоже Вот это оборотно Ой Пуч идет ко мне Пуч идет ко мне Сейчас кукнет 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 Ну это сложная катка Четыре пять Ведут силы тьмы Четыре пять Идут На верхней линии Поста Потная катка Потная Реклама Все баня Все спасибо Так Поехали ребята Кстати Иван Золо Реклама Вот видите Еще Лол стимнет Видите Ну как бы Там еще моя фотография То есть я рекомендую Он рекомендует Ну сто процентов Надо зайти Посмотреть Обязательно Обязательно Зайдите Посмотрите Что там Какие игры Закупиться надо Срочно закупиться Че купить На верхней линии Поста Все Все Закупились Каша Зайди Горе Ну блять Что вы мне спамите Что Что блять Сталкер Так Ну он сигну делает Новая сигна Называется Новая сигна Называется С днем Ружья Влаза Ваша сигна Готова Смотрите Вашу сигну С днем Ружья Влаза С днем Рождения Здравствуйте Геннадий Гарин Как ваши Асы Негры ОСУЖДАЮ Блять Влад Кто Блять Осужда На всякий случай Назад Отмотай Куда Блять А сколько Отказать Спасибо, Геннадий Горин, очень приятно. Приятно, приятно. Это, конечно, за донат был, но все равно спасибо тем, кто закинул. Новосигна называется Кусия 88. Ну, почти. Новый сигнал называется Кусия 8.8. 8.8. Всё правильно. Опа! Скриньте, скриньте! Всего хорошего вам! Ладно, спасибо, короче. Так, а чекни видос про Иван Золо, там буквально 10 секунд. Ну, спасибо большое, спасибо ему большое. Блядь, ёптума! Всё, всё. Так, подождите-ка. Сейчас я просмотрю, что-то я боюсь этот мир смотреть. Иван Золо, когда ему скинут 100к? Как Иван Золо смотрел на мою реакцию, блядь. Сука! Такое счастливо, такое радостно! Но это не рассеть, если что. Всё, это всё таблетки от ума виноваты. Пиздец, блядь. Ну, это смешно, ладно. Давайте дальше, блядь. Давайте досмотреть-то, ёбаный урод, заебались новостями. Так, 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 так. Так, так, так. Поехали. Поехали, так, 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 так. Пять-пять, кто-то уже победил силу тьмы. Заебись. Сомнялись. Так, 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 так. Шесть-пять. Ох, ничего себе. Так, шесть-пять, вообще, ну ладно. Ееееееее! Получайте! Врага нет на верхней линии. Работает! Вот, работает, наконец-то! Так, давайте-давайте. На верхней линии. Фу-па-на, побеждаем! а спит в юизуевскую юлью каты меры кмэйрик пэрик 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 в месяц уничтожен бэк 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 6 лет по бэнк подfound kadhar подзойдись пока что как применяем ладно воспримем как норму привет куся ты сейчас пьешь мой любимый энергетик ну но мне не сильно понравился он так-то нормальный перед катя михайловой и говорю то что на солнышком перед и привет раз сумме спасибо за стрим очень понимает спасибо привет каша передаю привет арине чапи привет пупсик мой передай привет саши говорю чтобы она вернула деньги спасает пупс не за что так быть задонатил 300 рублей голосовым донатом слушаем смотрим внимательно встаньте ой блядь нет я без трусов так уничтожаем учежаем на верхней линии поста вот все уничтожили где мои союзники где мои союзники на верхней линии поста это отлично бог ничего себе подзавидись подзавидись блять но почти понка что можно тут поменить так заебись почти пока лично теперь первая веточка и танго первый нажми веточку ведем же 6 драк так так отлично ой там башню мы это уничтожим или как уже я не знаю чем мы применяем я буду подальше от башни башню уничтожьте кто-нибудь бля ну он доебет короче то как он в доту играть меня заебало что пощады не попросили последний раз нет конечно не попрошу осуждая что осуждая осуждая ну короче мы оставим это как бы сказать поровну мы оставим это поровну и типа победила дружба силы тьмы и силы света победила дружба 7 7 поэтому можно так оставить по инспе причем просто забыл выключить запись я так понял сейчас и появится этот момент где так куда тут еще можно заглянуть может куда-то я не заглядывал когда он турак просмотр магазин сейчас все деньги сольет так ну я считаю что все тут больше нечего делать в ге ты в нее не поиграл за сегодня ты никогда блять не завершил матч даже даже своим поражением блять данных персонажей всех я уже давным-давно изучил базу знаний я считаю что я ну не полностью конечно прошел но некоторые задания я прошел а то есть обучение обучение тяжелое задание конечно я не пошел но можно на них болт забить а то есть и ну не важно и поэтому можно завершать игру нужно нужно т.г. золото гамаза да мне вы уже скинули в этом модератор моей чекни как аванс золото и 4 читает персонажа до туда быстрее да мы смотрели уже передаю привет артему графу нет за что это мой лучший друг так ну давайте уже предложку чекни блять ролик это досмотрели в принципе что тут осталось может он смешно прочитать кого-то просто был выключен так дорогие друзья я завершаю доту 2 прохождение и собственно дота 2 будет будущем на стримах поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал золото а а новости и собственно говоря ссылка в описании моего youtube канала также не забывайте ставить колокольчик комментировать ставить лайки и собственно говоря что с вами я был иван золо всем спасибо всем пока ладно так я роликов кидал это сейчас я какие-то ролики хотел посмотреть секунду например вот этот вот это если что я так понимаю нейросети какие-то вот искусственно выведены это нереальный спанчболб и нереальный патрик такого нет если что я не интересуюсь всей этой стримерской дичью мне просто надо поесть и починить хуйню но патрик что если кассе иван золо 2004 на самом деле сексуальные партнеры все это просто показуха я слышал что иван золо 2004 покал и вдохнул в себя мою газовую форму но это не имеет никакого отношения к их стримерским конфликтам мне нужно найти способ вернуться в свое обычное миниатюрное тело о чем ты говоришь губка боб какое отношение это хуйня имеет с тренером кассе иван золо 2004 мы должны забыть обо всем этом и погрузиться в свое дело секс ну хотя бы история закончилась хорошо блять хаппи-эндом блять хуй знает хуйня блять здравствуйте здравствуйте добро пожаловать в очередной раз в наш салон квин да вы уже наш постоянный гостик ангел я уже не делал потому что все явно знают кого вы правда как-то очень сильно изменилась ваша жизнь вообще подальпала и да сегодня мы уже делаем очень необычную процедуру которую я никогда этого не делала это наращивание волос ну ладно что нибудь придумайте я мастер на все руки и сделаю я хочу чтобы вы мне нарастили ну такие рыжие ну длинные кудри красивые чтобы у меня было знаете ну кудряшки еще сверху и по бокам чтобы у меня были длинные и офигенные волосы спасибо большое приступайте к работе пожалуйста все что угодно ладно давайте перестаем болтать и приступаем к делу и да я даже не буду мыть вашу голову потому что мне тут сильно нечего просто возьмем ватный диск и протру их от всяких от всякого мусора да вдруг вы забыли спасибо большое то что ебашите мою пашку наш тачкой она станет чище еще чем при рождении спасибо большое вам все готово в принципе ну а теперь мы берем волшебный спрей для волос тут даже написано мы сейчас просто брызнем его чё там написано блять на спрею готово в принципе ну а теперь мы берем волшебный спрей для волос почему блять вы меня мажете спреем от фирмы бибера и долика блять чё за хуйня почему вы меня мажете спреем для детских волос блять что за хуйня почему блять спрей от бибера и долика ёбаный в рот блять что за хуйня что блять что что даже написано мы сейчас просто брызнем его на вашу лысинку и она сразу зарастет новыми густыми волосами но я на себе проверяла у меня выросли вообще волосы в километр и это растут они даже везде даже на столе могут вырасти ну а если у вас не вырастут я буду в шоке спасибо что наносим давай все вот так вот все распределяем эту пенку такую небольшую ну все теперь вам надо будет просто посидеть с этой штукой где-то полчаса за это время у вас очень быстро вырастут волосы ой ой короче ждем полчаса ну все прошло полчаса а о боже у вас не выросли волосы как же так они растут боже в реально везде но походу у вас нет шансов блин очень жалко ладно не волнуйтесь я же лучший мастер у меня всегда есть план б вы идите сюда и к нам в закон пришла еще такая крошиха лютая рабомца Таня спрашивает почему она в трусах ну в общем и она решила пожертвовать для вас свои волосы вернее она давно носила короткую стрижку вот видите сегодня ее кто-то подстриг так плохо вообще какие-то пряди крашеные в общем сегодня мы справим ее прическу и вашу но начнем мы с того что обрежем ей дуфига длинные и наклеим это все вам на волосы в общем начинаем а для начала мы растешим волосы нашей ну нашего доброволица Таня не волнуйтесь я ее не заставляла она сама пришла ну все зайдет ну все давайте резать главное не двигайтесь чтоб я вам ничего лишнего не отрезала ладно давайте вот так вот где-то подстрижем нет как ты маловато давайте вот так от души просто давайте наконец-то результат посмотрим что из меня сделали ёб твою мать нахуй из меня сделали дрейка охуенно был нормальный пацан блять живой и сделали дрейка нахуй ну пиздец блять пара 9 парашевич парашевич ребята парашевич получился да передай привет арсению лупанова и рулану какому то там далее из 6 б привет каша я сейчас смотрю твой стрим с девушкой не мог бы ты ей сказать что я очень ее люблю ее зовут алена тебя очень любит винтер вот у тебя очень любит передаю привет софии губанова добавлю обязательно вк только у тебя почему-то ссылка не рабочая ну блять ладно может быть она и ставится просто на мне не отмечается даже как ссылка ладно попытаюсь там пошимать что-нибудь перейду привет алиночки кравченко и показываю сердечко дай мне не западло чуешь блять обычно стандартный этот миллионер из народа я аж не зазнался давайте предложку чекнем когда там последнее сообщение пошла нахуй это предложка так и еще сообщение от лиды вы да спасибо большое вы чекайте в чате что пишут и проверяйте там спасибо большое что скинули скрином спасибо большое пуся так лида стримеры в интернете сегодня вообще лачки если любого из вас позовет на коллаб стример популярный вас вы тут же побежите это делать сломя голову благодаря господина и судьбу за предоставленный шанс все вы но не иван зова этот парень реально сигму ему вообще похуй он будучи имея нехуевую наихуевший актив просит деньги супер хайп челов за тот за тот факт что он просто посидел гостям запишет гс и так далее он знает все цену я уверен что у него огромный пенис и что людей разных блять как мелко сука сейчас и что людей разных он направо и налево трахает и вы умойтесь давайте и мечтайте дальше как он иван зэ точка по скрипту блять пиздец блять но лида опять же блять ясно лида захотел в белую зону интернета лида и 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 пизду блять я просто не знаю как я должен на такую хуйню реагировать блять типа ура или блять говно что это блять и блять кринги видворд просто челта покинул тип расслабляющие видео понял в пизду у меня небольшие неполадки с телефоном как неполадки и не иглу это прикольно что шутка смешная в кубочках что с предложкой я не и блять передай привет арсению лупанову это тоже было сделать сердечко перед и перед и привет маша иногда путаю на это раз и данный пей спасибо мой батя тебя вынесет а так что от тебя мокрого места не останется и кстати алкоголь то пиздец каша не стримит ебать да бывает я разочаровываю свою целевую аудиторию извините я постараюсь быть чаще в твоей жизни понимаю как для тебя как для меня для нас это важно тысяча рублей поебать на него ебать салют каша бро у моего кента стёпы злобина день рождения стёпу злобина ребята поздравляйте поздравьте еще в чате похуй на похуй там умер кто-то что поебать вещи с днем рождения поздравьте его ну когда петербург кто-то умер он умеет читать название так персонажей из dota 2 поэтому пожалуйста поздравь его пожалуйста если не сложно стёпу давайте поздравим все в чате с днем рождения счастья ему здоровья пожелаю я лично тоже желаем и счастья здоровья вообще спасибо что за 1000 рублей с днем рождения брал с днем рождения посмотри сколько там тебя людей поздравляют щати ёпперс когда 2017 году задонатил рандомному школьнику с одному зрителям 5 копеек хуйня не смешно да нет может он ударился он мне вчера сказал то что он просто переночует на работе потому что устал нет сто процентов он ни с кем не сосался и сто процентов ум ну это просто синячок он оба он просто но на работе задержался и ударился там случайно не он не мог с другой какой-нибудь подождите нет зубы были в другом пара порядке в последний раз когда его видел это точно блять засос он не изменял с другим блять сука сука я не знаю это такая хуйня это хуйня ребят это просто хуйня мне смешно просто это хуйня полная это блять как инопланетянин с планеты жопа это ну это тупо вообще максимально блин но мне смешно я не знаю я идиот ульяша сладко чмоки в обе щеки щеки полетает уже из этой дыры я скучаю скобочках не вслух да нахуй ты блять сзади написал это ёбаный в рот начальник зябла нахуй это блять ой нахуй приколись ёбаный наверное верующий в барабашку такие типо должно быть мои тапки спиздила наука обоссаться можно смеха каша я нихуя не понял ладно привет мои золики я объявляю каши первую мировую шиноби что не может быть надо признаться и ивану золу что я его люблю стой иван гомо я тебя люблю блять что он как там сказал я не услышал но если что то там осудительно было плохое осуждаю блять я не расслышал просто вообще что он сказал так но я думаю на этой ноте можно блять я думаю на этой ноте принципе можно закончить потому что завтра собираюсь сделать два стрима хочу отдохнуть но у меня еще дела есть сегодня нормально по 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 стрим или такой средненький стрим нет нет давайте рейд кому-то кинем илья мазалов за то что он смешно его затроллил так где этот мазалов он только начал ну да всего третий час стримит он только начал все кидаем мазалову передать ему привет спасибо там и до свидания чат бб ай блять точно у меня же чат блять не верифицирован тут ёбаный в рот блять щас секунду подождите сейчас будет а нет все нормально 12 тысяч 13 тысяч добьем ладно начать рейд все всем спасибо всем пока удачи